Сегодня на платформе «Предлагай» интерактивной диалоговой площадки «Живем на севере» начинается голосование за идеи, поступившие от лабытнанцев сразу по двум направлениям. Кроме того, создана новая ветка по открытию электронной энциклопедии, где жителям города предлагают составить список достойных кандидатур, которые должны войти в памятную книгу. В лабытнанге начинается масштабная работа над созданием электронной энциклопедии, в которую войдут истории о людях, вневших значительный вклад в становление и развитие семилиственниц. На платформе «Предлагай» регионального портала «Живем на севере» стартовал сбор идей по кандидатурам, достойным включения в энциклопедию. Это могут быть строители, геологи, педагоги, руководители организаций или ветераны. «Создание своего рода какой-то электронной базы о жителях нашего города. И хотелось бы, чтобы не только музей участвовал в данной работе, потому что это будет не объективно. Например, жители города выдвигали бы кандидатуру, какая-то может быть комиссия или общественный совет, бы рассматривали о возможности включения данного человека в эту электронную базу, в которой бы содержались информация, краткой биографии и личный вклад человека в развитие города. То есть идея заключалась в этом. И общими усилиями, конечно, не только нашему музею, я думаю, воплотить это реально. Готовая энциклопедия будет размещена на сайте городского музея. Сейчас специалисты разрабатывают концепцию энциклопедии, ее символику и цветовое решение. Одну кандидатуру музейные работники уже точно включат в самую большую энциклопедию о людях-семилиственниц. Мне, наверное, все-таки к музейному работнику, я считаю, что необходимо внести Ирину Петровну Горскую. Потому что она основала наш музей и на сегодняшний день, я так понимаю, что без музея никуда. В любом случае обращаются все за историей к нам. Не было бы Ирины Петровны, не было бы ее идеи, не было бы нас тут. Познакомиться с очерками от достойных жителей города можно будет в новом 2018 году. Предложения от пользователей информационного ресурса «Живем на севере» будут приниматься до 15 января. Параллельно пользователи смогут принять участие в голосовании на платформе «Решай». Именно лабытнанцам предлагают самостоятельно определить приоритетные виды деятельности для малого и среднего предпринимательства. В том числе с участием предпринимательского сообщества, союза предпринимателей города Лабытнанги. И по итогам перечень видов экономической деятельности, приоритетных, будет утвержден в новой актуальной редакции. В опросе спрос рождает предложение, обозначенное актуальной на сегодняшний день сферы деятельности. Всего представлено 24 направления. Проголосовать можно сразу за несколько видов. В будущем этот перечень приоритетных направлений экономической деятельности будет взят за основу при предоставлении финансовой поддержки предпринимателям на реализацию их бизнес-проектов в нашем городе. Продолжение следует...